Лейбл Вест Рекордс совместно с порталом Тутбай представляют шоу Лауриноса и Муси Эгле. Для меня свидание это, наверное, это как вулкан. То есть стихийное бедствие, имеется в виду внутри. Потому что если тебе девушка отвечает взаимностью и приходит на свидание, ты делаешь все возможное и невозможное для того, чтобы еще больше ее расположить к себе. Нет, я никогда не занимался сексом в любом месте. Пока что. Любого человека возбуждает порно. И это весело и задорно. Я думаю, что почти каждый, наверное, смотрит порно. Бывает. Чего тут греха дать? Нет, я не смотрю в отражение витриных магазинов. Потому что, может, потерять ориентир и треснуться в ту же самую витрину. Будет не очень весело. Я неплохой сосед, и у меня очень хорошие соседи. Это я точно могу заявить. Хотелось бы стать лучшим. Получить звание лучше соседа дома. Я не курю в подъезде, не мусорю. Ну, уже хорошо. Нет, не предлагали мне секс за деньги. Наверное, я себя так не вел, может быть. Не располагая людей к тому, чтобы они мне предложили деньги за секс. Самая сексуальная часть тела у противоположного пола. Я думаю, в принципе, надо каждого человека, каждую девушку рассматривать индивидуально. На мой взгляд. Это могут быть глаза первичные. Это могут быть щиколотки. Это могут быть икры женские. Это может быть грудь. Это может быть в целом. Я думаю, что творческие люди, если человеку нравится персонаж, девушка, то он может найти прекрасное в изгибе, не знаю, линии шеи, руки. С другими людьми я, наверное, придержусь молчания. Я уйду от ответа. Если ты бизнес-партнер, я, естественно, буду настолько дипломатичен и не буду ни в коем случае при разговоре упоминать какие-то личные вопросы. Я могу поздравиться либо первым, либо вторым. То есть это абсолютно зависит от ситуации. Может, человек занят разговором с другим человеком. Перебивать разговор было бы неправильно. Ты можешь отойти от этих людей. Потом человек сам подойдет. Если девушка испачкалась, к примеру, мы в публичном месте, я тихонечко это скажу. Потому что если ты девушка незнакомая, как я буду... Как? Вот так? Довольно странно будет. Как ты испачкалась? Или вдруг она повернется и скажет, как ты испачкалась? Так, что ли? Наверное, любая девушка любит более обходительных мужчин. Любая. Какая бы она ни была. Будь она сорванец, там, или такая очень воспитанная, в хороших правилах девушка. Им нравится обходительность. Ну, скорее всего, хамство, ханжество. Обсуждать других девушек за столом, или там, где ты находишься, с ней встречаешься. Это сразу повезет разговор в красной стороне. Когда я подхожу к дому, там, к примеру, к входной двери подъезда, как правило, я заранее достаю ключи. Я такой немножко человек, который старается, конечно, все сделать заранее. Не всегда получается. Планы бывают разные. Стараюсь. Значит, общение по интернету мне доставляет определенный такой прикол. Потому что аудитория огромная, скажем так. В социальных сетях пишет просто невероятное количество людей. И хороших, и плохих высказываний. Ну, естественно, работать с аудиторией, может быть, работать в качестве зрителя. Мне нравится визуально, естественно. Я думаю, что дружба между мужчиной и женщиной, в какой-то степени, конечно, возможна. Я думаю, что возможна. Но есть доля риска, что эта подруга может стать не просто подругой. Нет, у меня есть подруги, ну, то есть, я бы сказал, приятенец. Но хотя, нет, это может быть между мужчиной и женщиной. Я же дружу с Ильей Афанасьевым, а он мне просто друг. Она реально... Оля барабанщик, тоже друг. Причем, ну, реальные друзья такие. Мы не все никогда. Типа, эй, как дела? Значит, одна из примет, которым я следую, это когда проезжаю под мостом, проезжает товарный поезд, обязательно хватаюсь за кошелек, желательно открытый, и сую туда свою руку, беру как можно больше денег и держу, пока не проеду. Ну, булавки ношу на концертных костюмах, не только. Реально. Потому что с глаз имеет место быть, и мне не нравится. Вот основные глупости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова